С сегодняшнего дня на блокпостах на Донбассе заработала единая электронная система пропусков. Теперь, чтобы пересечь линию разграничения, достаточно лишь паспорта. Как ожидается, это позволит уменьшить километровые автомобильные очереди, которые выстраиваются с обеих сторон КПП, а также ликвидируют коррупцию во время оформления пропусков. Оставить заявку на получение документа можно на специальном сайте СБУ. Повлияло ли введение электронной системы пропусков на ситуацию с очередями на пограничных блокпостах, видел Алексей Куделя. На контрольном пункте въезда-выезда вблизи села Зайцево Артемовского района километровые очереди. Здесь по-прежнему сотни водителей и пассажиров часами ожидают, когда их пропустят пограничники. О новой процедуре люди пока ничего не знают. Пока мы этого не почувствовали. Как было раньше, так и осталось. А может где-то она уже работает на бумаге, но здесь пока еще тихо. Эти женщины потратили три часа, чтобы выехать из Горловки, и еще два, чтобы вернуться обратно. Тем не менее, пограничников они не винят. Понимают, военные на блокпосту всего лишь выполняют приказ. И жалко тех ребят, которые на блокпостах стоят. Они ужас, что с ними делается. Мы постояли, а они каждый день. А они смотреть на них ужасно. Чем ближе к блокпосту, тем больше ситуация накаляется. Машины здесь выстраиваются в две колонны. Одна обычная, вторая для льготников, инвалидов и семей с детьми. Но и они уже становятся в два ряда. Заработала ли новая пропускная система на блокпостах, как обещали в СБУ, проинспектировала народный депутат Украины Наталья Королевская. Политика убеждена. Из-за пропускной системы страдают все, и мирные жители, и пограничники. Оппозиционерка настаивает, чтобы чиновники избавили от дополнительного контроля хотя бы стариков и детей, а также создать хотя бы элементарные условия пребывания на пункте пропуска. Сделать такой хотя бы первый этап, чтобы по украинскому паспорту пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети могли спокойно пересекать сегодня. Вторым этапом пусть создадут базу, кому есть подозрения. Всех людей пусть спокойно себе пропускают по украинскому паспорту. Ну и, конечно, нужно оборудовать, потому что нет ни медицинского работника, нет воды, нет элементарного туалета. То есть людям сегодня здесь простоять 5-6, а бывает сутки, сутки вместе с детьми люди стоят под этим палящим солнцем, ну это просто нереально. Кроме того, отсюда до линии соприкосновения 17 километров. Это расстояние пассажирам приходится преодолевать пешком или на попутках по спекулятивным ценам. Автоперевозчики пересекать крайний блокпост не имеют права. Не упрощает перемещение жителей Донбасса пока и новая электронная пропускная система. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс. Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс.